Друзья, всем огромный привет! Рада видеть вас у себя на канале. Сегодня мы с вами поговорим о том, как подать документы на карту по быту. Если вам интересно такое видео, то продолжайте смотреть. Сразу же, не отходя от касты, так скажем, напишите мне в комментариях, как вам звук с микрофона. Первый раз снимаю на него. Надеюсь, что звук будет лучше, чем просто от камеры. Потому что сейчас я снимаю в парке, и здесь небольшой ветерочек. Думаю, в камеру задавало бы намного больше, чем в микрофон. Но сам звук микрофона, как он, приятный или нет. В общем, жду ваши отзывы в комментариях. Также, если вы новенький на моем канале, то обязательно подписывайтесь. И пишите в комментариях, я новенький. Будем таким образом с вами знакомы. Не буду долгое вступление делать. Я сделала такое небольшое, маленькое, мини-включение. Я же Ивановский попросил, чтобы я сказала вам о том, что карта поляка и карта по быту – это две разные вещи. Я вкратце скажу, что карта поляка, она в принципе выдается на основании корней в Польше. И на основании карты поляка вы сможете получить сталый побыт здесь, в Польше. Карта по быту дается вам на основании работы здесь, в Польше. И вам не обязательно иметь польские корни для этого. Так что это вкратце я так вам рассказала. Но это две разные вещи. Я вообще думала, что в принципе все знают, что это бывает такое, что не все. Так что исполняю просьбу моего подписчика и говорю вам о том, что это разные вещи. Если вы думаете, что карта поляка и карта по быту – это одинаково, одно и то есть одно и то же, то изучите этот вопрос. Карта по быту. Тогда, когда мы приехали с мужем, бережали в Польшу, то это было пять с лишним лет назад, то мой муж сначала приехал в Польшу, здесь поработал. Затем он подал свои документы на карту по быту. И когда только у него уже был пластик, то есть пластиковая карта, только тогда он смог подать документы на то, чтобы вызвать меня, как его жену. Как же сейчас все просто. Сейчас не нужно. И я об этом узнала вот-вот совершенно недавно, когда специально для вас собирала всю возможную тонкую информацию по тому, как подавать документы. В общем, сейчас подавать документы вы можете полностью с семьей. То есть вы можете приехать по безвизу, устраиваться здесь на работу официально, и уже взяв документы от работодателя, взять документы вашей жены, вашего ребенка, просто пойти и всей этой купой документы сдать в Ужонт. Это, знаете, как облегчает жизнь. Вашей жене не надо будет миллиарды лет ждать, пока вы найдете нормальную работу, пока вы подадите документы на себя, пока вы дождете свои документы. Сейчас было бы это просто нереально, потому что ожидание пластика, ожидание даже децизии настолько огромное. Наши знакомые украинцы ждут уже, я не знаю, полгода, наверное, децизию. Потом сам этот пластик тоже очень долго делается. Сейчас это просто кошмар. Я не знаю, от чего это зависит, но вот раньше, честно говоря, из-за, конечно же, потока, естественно, мы украинцы сами виноваты, что понаехали, поприезжали, и очень много сейчас заявок, так сказать, в Ужонде, поэтому не справляются. Но вот раньше, как бы там ни было, более-менее все было как часики. Сейчас же очень много у нас знакомых, которые долго ожидают. И пока вы ожидаете, вы не можете ни выезжать, то есть вы привязаны к месту, к Польше, то есть вы не можете на пару дней гонять в Украину, либо еще куда-то. В общем, это немножко напрягает. Но для того, чтобы подать заявление, вам нужно внесок. Анкета заявления, да, она заполняется вами. То есть вы можете этот внесок взять в Ужонде, либо скачать в интернете. Но, в принципе, в Ужонде вы подходите, они вам все документы, вернее, саму анкету вам дадут. Следующий документ – это залончник. Залончник номер 1, и плюс вы должны сделать его копию. То есть оригинал плюс 2 копии. Оно берется у работодателя и заполняется, вернее, оно самим работодателем, на основании которого просится пребывание в стране. Дальше следующий документ – это информация старосты. Это документ также делает работодатель. Справка о том, что не удалось нанять другого гражданина на ваше место работы. То есть, например, поляк не согласился работать на такой работе из-за сведесоплаты, ну, в общем, что не нашлось другого поляка, который бы согласился работать на этой работе. И поэтому берут вас, а вы как бы согласны. То есть это тоже дает вам работодатель. Если вам интересно, то эта справка дается на основании выставленной вакансии. То есть выставляется специально вакансия, ждется определенное время. Если на эту вакансию никто из поляков не претендовал, то выдается такая вот, называется информация старосты. Она примерно где-то делается месяц-полтора, насколько я знаю. Также вам нужно будет четыре фотографии, фото 35 на 45. Они, в принципе, такие, как для визы или для загранпаспорта. И эти фотографии, кстати, должны быть сделаны не позже, чем 6 месяцев. То есть в течение 6 месяцев от даты подачи, чтобы они, в принципе, были такие свеженькие. Также, естественно, ваш паспорт, ксерокопия всех страниц, даже пустые, тоже нужно будет делать. И два экземпляра страницы с личными данными. То есть личные данные вы должны два раза сделать. Если вы подаете на жену, то есть вы и жены, паспорт тоже делаете. И детей, естественно. Так, потом дальше вам нужно будет договор аренды жилья. По-польски это называется умовы найму. Если у вас есть, например, польская, если у вас есть польская прописка, это называется Мальдунек, то можно подавать и ее. Лучше, если договор вашей аренды будет на год минимум. Лучше на год. Даже если будет больше, то пусть будет больше. Но как бы так вот более лучше, чтобы было на год, потому что все-таки документы делаются не два дня. Также, естественно, вам нужно будет ваша умова о праце. Умова о праце, например, взлицение, альбо на джало, что у вас есть. Договор найма, в принципе, не важно какой, но какой-то должен быть. Насколько я знаю, что не важно какой. Главное, чтобы вам нужно будет предоставить рахунки. И в случае договора взлицение или об умове на джало, то вам нужно будет предоставить справку о доходах в течение трех месяцев. Вот так. Следующий документ это обеспечение здравоотное. Это, в принципе, медицинская страховка. Она может быть частная или, например, даже от ЗУСа. Только если у вас подписан договор с работодателем об умове операции, то, как правило, страховка идет от фирмы. В принципе, как страховка... В принципе, это такая же страховка и у нас, про которую я вам обязательно сниму видео и расскажу. Но если вы, например, только устроились, то вы можете купить хотя бы какую-то минимальную страховку на месяц или на полгода с минимальным пакетом. Но страховка должна быть. Также квитанция об оплате на подачу документов это 440, по-моему, злотых вам нужно будет иметь. И лучше всего оплачивать это в самом Ужонде, потому что там вам всего лишь нужно будет заполнить какие-то данные. Я знаю, что можно также оплатить через интернет, но не могу вам конкретно что-то сказать. Я знаю, что в Ужонде намного лучше и это проще делается. Так, в принципе, вроде бы все. Вот эта квитанция об оплате это, наверное, одно из важных, что нужно будет взять с собой. Да, ну, в общем, что я вам могу сказать. Если какие-то документы, из которых я назвала, это примерно вот такая, знаете, база-база, то есть у вас должен быть паспорт, договор о праце, договор о аренде жилья, договор, страховка, вот эти вот документы, которые я назвала, вам нужно взять, если что-то понадобится, не такое вот, именно индивидуально относящееся к вам, то вы это сможете донести уже в процессе рассмотрения ваших документов. Также я себе сделала некоторые пометочки, которые я вам должна, наверное, зачитать. На подачу, естественно, вы должны принести и копии, и оригиналы документов, потому что в Ужонде их будут проверять. После подачи вы получаете логин и пароль, что очень важно для получения доступа в личный кабинет онлайн, где вы будете отслеживать процесс продвижения ваших документов. На деле, на деле лучше всего подходить в Ужонде и сами это все узнавать, потому что информация, которая в интернете, она не всегда как бы достоверная. Ну, а лишний раз дайте себе знать, потому что сейчас такие очереди, такие ожидания, что это просто лишний раз дайте себе знать не помешает мне, как мне кажется. Если вдруг вам скажут донести какой-то документ, который вам необходим, то обязательно как можно быстрее его сделайте и принесите, потому что потому что очереди, как я уже говорю, огромные, и чем дольше вы будете доносить какой-то документ, им дольше ваше дело будет в рассмотрении. Поэтому, если что-то вдруг нужно будет донести, обязательно как можно быстрее это сделать. После того, как вы подали документы, вам в паспорт, раньше в паспорт ставили печать о том, что ваши документы приняты на рассмотрение. С этой печати, в общем, вы имеете право пребывать на территории Польши, но не имеете права ни путешествовать, ни выезжать куда-то в другие страны, только находиться на территории Польши. Вы можете выехать обратно в свою страну, то есть в страну вашего государства, но обратно въехать вы не сможете. В этом вся и загвоздка, поэтому вот это время ожидания очень томительно, так скажем, потому что особенно, когда летом хочется посетить своих родных и близких, а вы не можете. Надеюсь, что видео для вас было как-то информативным, полезным. Я жду от вас отзыв в комментариях, я очень старалась, спрашивала у наших знакомых, искала в интернете, собирала много-много-много разных, разной информации, старалась ее как-то скомпоновать, надеюсь, что у меня это получилось сделать максимально полезно для вас. Так что жду вас в комментариях, пишите, что вы насчет этого думаете, сталкивались ли вы с очередями, возможно, я что-то не успела, вернее, что-то не договорила, поэтому я думаю, что многие мои зрители спускаются в комментарии для того, чтобы почитать, что там написано, поэтому если вы что-то знаете, то ваш комментарий обязательно будет полезным, поэтому оставляйте свои комментарии, давайте с вами общаться в комментариях, пишите какие-то запросы на другие видео, я всегда очень охотно читаю и потом что-то снимаю для вас, поэтому спасибо за просмотр, увидимся с вами, конечно же, в Польше, пока-пока!